На телеканале РБК Омск новости в студии Елизавета Рыбина. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Новые тарифы на транспорт. Придется ли горожанам больше ходить пешком? Новый мэр, новые подчиненные. Кто займет свободные вакансии в мэрии? Сколько дать в рублях? Почему не совпадает баланс интересов Росстата и бюджетников? Теперь в юанях. Когда на российском рынке появится китайское предложение? Эксперты подсчитали, во сколько мячам обойдется повышение тарифов на муниципальном транспорте. Накануне стало известно, что РЭК в ближайшие дни намерена утвердить новые тарифы, по которым омские ПТП будут возить о мячей в следующем году. Цифры, попавшие в интернет, вызвали настоящий скандал. Так, например, для пассажирского предприятия номер 2 тариф на проезд увеличивается с нынешних 28 до 37 рублей 65 копеек. Для остальных ПТП примерно тот же порядок. Таким образом, город поставлен перед сложным выбором. Либо резко поднимать плату за проезд, либо искать в бюджете деньги на компенсацию межтарифной разницы. Проблема в том, что даже нынешний разрыв между ценой проездного билета в 22 рубля и тарифом в 28 рублей, это 400 миллионов, которые едва удалось наскрести в городской казне на следующий год. Разрыв в 15 рублей потребует выделения уже миллиарда. Таких денег просто нет. Главный вопрос, откуда вообще взялись такие тарифы? Если бюджет не сможет выполнить обязательства перед муниципальным предприятием и не сможет найти сумму на компенсацию, то получается, что у муниципальных предприятий возникнут убытки. В любом случае, для пассажира это не сулит ничего хорошего. То есть ему либо придется платить повышенную стоимость проезда, либо из его кармана, потому что городской бюджет это наш карман, будут выкладываться деньги, либо если их не найдут, тогда он может просто лишиться автобусов. Как дальше будут развиваться события, станет известно уже 14 декабря на общественном совете при РЭК. Ранее в департаменте транспорта заверяли, что в следующем году стоимость проезда для пассажиров не увеличится и останется на уровне 22 рублей. Кроме того, будет сохранен льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров. Утвердят ли в РЭК новые тарифы и чем вся эта история грозит омечам? Подробные комментарии и мнения эксперта смотрите в эту субботу в 17.19 часов в итоговой программе Марины Мальковой. В Омске может появиться метро с тремя станциями. Об этом стало известно после экскурсии в Рио губернатора Омской области Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной по одной из подземных станций. Стало известно, что для запуска трех существующих станций – библиотеки имени Пушкина, Заречной и Кристалла – может потребоваться 4 миллиарда рублей. В эту сумму войдет приобретение подвижного состава, покупка и установка необходимого оборудования и консервация недостроенных участков. Запуск урезанной версии омской подземки, по мнению чиновников, поможет решить проблему с пробками на левобережье. Чтобы запустить все станции метрополитена протяженностью более 7 километров, по предварительным подсчетам потребуется 22 миллиарда рублей. В Колоссовском районе может быть введен режим ЧАЭС из-за недостаточных запасов угля. По информации Супер Омска, топливо на территории осталось на 9 дней. Глава Колоссовского района Сергей Чубарев утверждает, что раньше котельные закупали уголь омской топливной компании в рассрочку до 50 дней. Но теперь с основным поставщиком возникли проблемы, а другие компании на таких условиях работать не соглашаются. Между тем, в Рио губернатор Александр Бурков еще в ноябре предупреждал о том, что могут возникнуть проблемы с поставкой угля в сельские районы. В городской администрации произошел ряд кадровых перестановок. Мэр Омска Оксана Фадина не стала продлевать договоры с заместителями главы города Ириной Касьяновой, Инной Порыгиной и Евгением Асташовым. На их места претендуют заместители региональных министров. Так, должность Инны Порыгиной может занять замминистра строительства и ЖКК Богдан Масан, а вместо Ирины Касьяновой – замминистра труда Елена Шипилова. Однако в мэрии официально подтвердить кадровые перестановки пока отказываются. Омску нужны профессионалы. 17 декабря стартует второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в рамках общероссийского движения WorldSkills Russia, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. До 21 декабря студенты колледжей и техникумов до 22 лет, а также дети от 10 до 14 лет будут соревноваться в своих профессиональных навыках. Омский чемпионат включает в себя 15 совершенно разных направлений. Например, поварское дело, веб-дизайн, предпринимательство и токарные работы. В этом году к привычным компетенциям добавились еще две – преподаватель младших классов и дошкольное воспитание. В отрасли образования в регионе не хватает компетентных кадров. Дети же будут соревноваться в двух модных направлениях – лабораторно-химический анализ и робототехника. Однако самое важное для организаторов – это участие работодателей в этом чемпионате. Конечно же, работодатель сегодня заинтересован в том, чтобы к нему пришли лучшие. И вот формат WorldSkills позволяет ему этих лучших увидеть. И таким образом мы работодателю сегодня даем возможность сформировать понимание того, как мы готовим, как мы можем готовить и какие ресурсы мы можем использовать. Второй чемпионат объявлен открытым. Это значит, что к нам приедут участники из других регионов – Самары, Красноярска и Новосибирска. На организацию в этот раз потратили 11 миллионов рублей. На следующий год запланированы еще больше – 18 миллионов. Такие суммы позволяют подготовить площадки и обеспечить участников необходимым оборудованием. Так, для компетенции «Поварское дело» приобретены промышленные электроплиты, для состязаний программистов и дизайнеров – лицензионное программное обеспечение, серверы и компьютеры. А мячи-победители могут выйти на общероссийский чемпионат. В этом году программисты ЗОМСка занял призовое место в национальных состязаниях. Тем временем у молодых специалистов не так много стимулов, чтобы идти работать в бюджетную сферу. Во всяком случае, если в медицину еще стремятся попасть, то система образования мало кого привлекает. По данным Общероссийского народного фронта, зарплата омских учителей – одна из самых низких по стране, хотя чиновники продолжают уверять, что регион в крепких середнячках по доходам населения. Подробности в нашем материале. Что в реальности и что в отчетах, рейтинги зарплат бюджетников не соответствуют действительности, заявляет эксперт УНФ. По данным Народного фронта, средняя зарплата школьного учителя в Омске составляет 16 750 рублей. При средней недельной нагрузке – более 25 часов. Росстат, в свою очередь, приводит другую цифру – 25 936 рублей. В областном центре и муниципальных районах области заработная оплата учителя начисляется, исходя из нормы рабочего времени, 36 часов в неделю и формируется из следующих частей. Окладная часть – 8 164 рубля, около 10% за проверку тетрадей. Надбавки за классное руководство и кружковую работу – 3-4 тысячи рублей. Итого 12-13 тысяч. Для того, чтобы заработать 25 тысяч рублей, педагоги вынуждены брать по две и более ставки. Впрочем, обстановка в образовании – не уникальная. Похожая система действует и в сфере здравоохранения. Росстат объявил, в среднем по стране врачи получают 50 тысяч в месяц. Однако, по данным независимых экспертов, на таком денежном довольстве только 8% медиков. Впрочем, в Омской области ситуация в медицине укладывается в рамки исполнения майских указов. И вот на сегодняшний день, общаясь и с соответственными лицами регионального Минздрава, которые курируют этот вопрос по начислениям, и, соответственно, держа руку на пульсе по врачебным коллективам, можно сказать, что средняя заработная плата все-таки выполнена. Вот она за октябрь составила 183% от средней по региону. А за ноябрь, как раз 12-го числа, 12 декабря был окончательный расчет по зарплате за ноябрь. И она составила 183,3%. Впрочем, есть к чему стремиться. Средняя зарплата в системе здравоохранения региона по данным ноября этого года – 39 580 рублей. Для сравнения, в соседнем Новосибирске средняя цифра – 50 388 рублей. Омские чиновники надеются, что частично проблему зарплат в бюджетной сфере поможет решить федеральный транш – 8,5 миллиардов рублей, направленный на выравнивание межбюджетной разницы. В Рио губернатор Александр Бурков уже заявил, что часть этих денег пойдет на выполнение майских указов президента. Об исполнении майских указов президента и вопросах медицины в Омской области мы поговорим с депутатом законодательного собрания, председателем комитета по социальной политике Вадимом Бережным. Вадим Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Бюджет Омской области на следующий год прошел первое чтение в законодательном собрании и, конечно же, всех омичей в первую очередь интересуют расходы на социальную сферу. Скажите, все ли меры соцподдержки будут сохранены? Какие вообще планы в этой области? Могу сказать с переживанием, поскольку четвертый год комитет по социальной политике бьется за то, чтобы меры социальной поддержки все оставались сохраненными, но в 2018 год даже сулит некоторый оптимизм, потому что не только меры соцподдержки будут все сохранены, но и объем выплат по ним, ну, целая новая категория граждан будет увеличена. Хочу сказать, что в целом на социалку в будущем году бюджет Омской области потратит почти 46% от общего своего объема. Это больше, чем в предыдущем году, но главное, что появятся действительно новые категории, новые категории, которые получат дополнительные выплаты, и прежде всего мы надеемся, что в Омске какой-то вклад в улучшение демографической ситуации окажет новую меру соцподдержки по поводу выплат за первого родившегося ребенка до полутора лет, новые выплаты для поддержки молодых специалистов и их семей при поездке на работу в село, при трудоустройстве в омских организациях, и средства на этот год будут увеличены для поддержки по приобретению жилья практически в два раза. Хочу сказать, что крайне важно, что в этом году будут возобновлены компенсации работникам культуры, которые в сельской местности работают, и несколько лет возможности бюджет не имел компенсировать компенсации по ЖКХ нашим мячам, которые работают в сфере культуры. Они их очень ждали, и наконец в 2018 году это снова состоится. И, в общем-то, надо понимать, какова стоимость всего этого. Действительно, на меру социальной поддержки на 2018 год запланировано почти 9 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра. Надо только понимать, что даже льготы по проезду у нас имеют почти 400 тысяч жителей. Это почти каждый второй взрослый житель Омской области. И цифры для оплаты этих поездок тоже колоссальные. Это полтора миллиарда рублей. А если поговорить о майских указах президента, которые также касаются работников социальной сферы, они ведь должны быть выполнены к следующему году. Врачам, например, должна быть повышена зарплата. Они должны получать на 200% больше средней по региону. Омская область выполнит? Я точно знаю, что эти требования будут выполнены. Причем во всех сферах бюджетной деятельности в Омской области. Показатели за октябрь, ноябрь, они уже демонстрируют, что майские указы будут выполнены по 2017 году. И есть уже абсолютно точное финансовое уведомление о дополнительных деньгах, которые получит наш регион на 2018 год, для того, чтобы и весь будущий год майские указы выполнялись в нужном объеме. Сам по себе подход к оценке вот этих цифр, когда говорят, что зарплата, например, врача должна быть равной 200% от средней по экономике, очень такой, знаете, сложный, противоречивый. И надо, чтобы, когда об этом идет речь, все-таки мы вдумывались в то, о чем мы говорим. Действительно, один доктор получает зарплату, выполняя сложнейшие, высокотехнологичные операции, может быть, и в 70, и в 90 тысяч рублей. У нас есть в Омске доктора, которые получают и больше. Конечно, есть доктора, которые получают зарплату 25-30 тысяч, надо честно об этом признавать. Но то самое среднее арифметическое получается той самой цифрой, которая близка к показателям, регламентированным указами. Хорошо, понятно, что к универсальному показателю все-таки привести нельзя, потому что работа у всех разная. Но не получится ли такая же ситуация, как с учителями? Вот в региональном штабе ОНФ недавно заявили, что выполнение майских указов в случае с зарплатами учителей было формальным, достигало за счет переработки. Не будут ли врачи у нас перерабатывать? Вы знаете, когда идет дискуссия о том, что подразумевали майские указы президента, среднюю зарплату в целом, получаемую доктором, со всеми надбавками, или педагогом, или среднюю зарплату окладную, так называемую. Я считаю, что все расставит на свои места один очень важный фактор. Когда в нашей отрасли здравоохранение, педагогика или социальная сфера придут новые сотрудники и будут укомплектованы в полной мере или хотя бы значимо те вакантные должности, которые есть, куда пока не очень много желающих идти. Вот тогда у нас и оклады, и наша базовая заработная плата будет вынуждена приближена к тем требованиям, которые президент перед нами поставил. И мы будем только рады, если оклад врача, который на самом деле имеет право сегодня варьировать сама больница и руководство учреждения. Вадим Григорьевич, спасибо вам за интересную беседу. Я напоминаю, что мы беседовали с депутатом законодательного собрания, председателем комитета по социальной политике Вадимом Бережным. Капитальный ремонт школ – удовольствие для города не из дешевых. На 2017 год бюджет на ремонт образовательных учреждений составил 108 миллионов рублей, в том числе 3 миллиона в виде субсидий из областного бюджета. За эти деньги департаменту образования удалось провести ремонт в 112 школах и детских садах города. Впрочем, по словам директора департамента Екатерины Спеховой, радоваться рано. Чтобы привести школы города в идеальное состояние, нужно более 4 миллиардов рублей. Деньги нужны, естественно, и я говорила это на предыдущем комитете Омского городского совета, что для того, чтобы выполнить все предписания и выполнить все ремонтные работы по общеобразовательным учреждениям, нам нужно 2,2 миллиарда рублей, по дошкольным образовательным учреждениям – 1,5 миллиарда рублей и примерно полмиллиарда рублей по учреждениям дополнительного образования. Но это для того, чтобы привести учреждения в идеальное состояние. Впрочем, как недавно договорились в Рио губернатор Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина, на половину бюджета, предусмотренного на ремонт образовательных учреждений региона, направят на ремонт именно городских школ и детских садов. Пока это 100 миллионов рублей. Восточный дебют. Минфин России анонсировал размещение ОФЗ в юанях. Произойти это должно в 2018 году. По словам замминистра финансов Владимира Колычева, выпуск долговых бумаг нужно будет тщательно подготовить, так как операция планируется не разовой. Все готовы более-менее, но просто надо лучше подготовиться, чтобы сделка прошла лучше. Потому что это уникальная сделка, такой не бывало. Нам нужно подготовить все хорошо, чтобы инфраструктура хорошо работала, чтобы китайские инвесторы на все вопросы, которые у них были до этого, получили ответы заранее, а не в процессе размещения. Также Колычев отметил, что кредитная история России китайцам нравится. По словам экспертов, страна имеет низкий долг и большой запас прочности относительно внешних форс-мажоров, так как бюджет страны сверстан из расчета цены на нефть в 40 долларов. Текущая цена выше 60 долларов за баррель. Эксперты уверены, что выпуск ОФЗ в юанях будет выгоден и России, и китайским инвесторам. Россия получит новый источник заимствований, а Китай – надежный инструмент, с помощью которого сможет разнообразить свои вложения. Такой шаг выглядит вполне логичным, поскольку Китай является ключевым партнером России, да и юань входит в корзину крупнейших, самых значимых мировых валют. И сколько бы некоторые западные аналитики одиозно не ставили бы низкие рейтинги нашей стране, тем не менее Россия имеет низкий государственный долг, Россия имеет устойчивый бюджет и большой запас прочности этого бюджета, поэтому наши облигации, конечно, интересны инвесторам западным и восточным. Другой мотив для размещения ОФЗ в юанях эксперты видят в способе подстраховаться от новых санкций со стороны США, которые могут быть приняты уже в феврале и подразумевают запрет на покупку и владение российскими ОФЗ. Впрочем, по уверениям аналитиков, размещение ОФЗ в юанях не означает, что покупать их будут только инвесторы из Китая. Юань включен в список резервных валют МВФ, а значит, предложение может быть интересно всем, кто захочет подстраховаться от рисков, связанных с курсами доллара и евро. Сбербанк снова предоставит Омской области кредит. 12 декабря в Министерстве финансов региона пришли заявки на три аукциона по кредитованию. Среди участников выступал только один Сбербанк. Соответственно, он и получил три контракта на общую сумму в 6 миллиардов рублей, даже без торгов. Банк откроет региону три кредитные линии по 2 миллиарда рублей сроком на два года. Кроме того, процентная ставка по кредитам – одна из минимальных в стране – всего 8%, что даже ниже показателей по ключевой ставке Центрального банка России – там 8,25%. Как говорят в Министерстве финансов Омской области, 6 миллиардов рублей пойдут на погашение уже имеющихся у региона кредитов, процент которых от 9 до 10 в год. Кроме того, это поможет области сэкономить в следующем году около 100 миллионов рублей и пустить их в нужное русло. По данным на 1 декабря этого года, сумма всех долгов Омской области составляет 38,5 миллиардов рублей, из которых чуть более 18 миллиардов – бюджетные кредиты, около 13,5 миллиардов – банковские кредиты и 7 миллиардов – ценные бумаги. Напомним, что в ноябре этого года Сбербанк уже предоставлял региону кредит в размере 8 миллиардов рублей. Средства были направлены на раздачу более дорогих займов, что помогло Омской области сэкономить 170 миллионов. Второй раз Сбербанк предоставит нашему региону кредиты по одной из минимальных процентных ставок в стране. Это показатель высокой оценки долговой политики Омской области со стороны крупнейшего банка России. Сокращение ставок по коммерческим заимствованиям станет одним из основных направлений нашей работы с госдолгом, так как в будущем году федеральные власти не планируют выдавать регионам новых бюджетных кредитов. Банк России зафиксировал рекордный рост на рынке ипотеки. Только за 10 месяцев этого года выдано более 800 ипотечных кредитов на сумму около 1,5 трлн рублей. Общий объем за этот период превысил итог всего 2016 года. Ежемесячные темпы роста второй месяц подряд держатся на уровне выше 50%. Также, по оценкам экспертов, ключевой тенденцией второй половины этого года является рост объемов рефинансирования. Доля таких кредитов составляет 5-7%. Аналитики прогнозируют ее рост до 20% в следующем году. Добавлю, что сейчас средний размер ипотечного кредита составляет 1 млн 840 тыс. рублей, плюс 7% с начала года. На этом у меня все. Следите за развитием событий на телеканале РБК Омск и на сайте itv55.ru. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова